Ничего, нормально. Недавно перешла на светлую сторону. На светлую? Вы из Харькова? Нет, я родилась в России и раньше поддерживала Россию, а теперь я одумалась и... Так. И теперь я все-таки против убийств, против нападения на ни в чем не повинную страну, и дышать стало легче, прям так сказать. А вот против убийств, как считаете, вот убийство журналистов в России украинскими спецслужбами, это можно чем-то оправдать? То есть не военных, а вот просто журналистов, там Дарья Дугина, Владлен Татарский. А после чего вот это все началось? Это началось после масштабного вторжения, после массовых убийств, то есть какие-то единичные случаи оправдывать тем, что там... Нет, нет, я не оправдываю. Как вы считаете, есть оправдание? Нет, конечно же, Украина тоже не все правильно делает, но нужно масштаб как бы сравнивать, то есть одно дело, когда вторглись, там бомбили ракетами, мирное население... Ну, мирное население-то ведь никто ракетами не бомбил. Ну, они сидели без воды, без электричества, без... Ну, это да. Вот мирное население вот на газу, посмотрите. Ну, а что, нужно России равняться, да? Нужно России равняться на... Нет, 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 просто если бы Россия хотела, то так мог бы выглядеть Киев, к примеру. Ну, Россия ведь так не действует, да? Мы не мог бы, потому что газа все-таки... Украина больше вооружения, больше способностей себя защищать, чем у сектора газа. Ну, у Украины-то нет таких способностей. Нет, у нее есть... У стран НАТО, которые вооружают Украину, у них, конечно, побольше способностей, да. Да, они все-таки ее защищают, Украину как-то. Ну, не защищают, нет. Защищают вряд ли, так можно сказать. Они Украину используют для войны против России. Это тоже отчасти да. Ну, прикиньте, вот, значит, США воюет за счет украинцев, да, они используют эту ситуацию, чтобы пославить Россию. А Путин отправляет своих солдат в мясные штурмы умирать. То есть, кто больше раздражается о населении? США о своем населении, которое они не отправляют воевать, или Путин о населении, которое он отправляет на убой? Ну, точно не Украина, да? Которая в интересах США отправляет на убой свое население. Ну, на Украину напали, как бы. Ну, это понятно, да. Я считаю, что ценность жизни может быть повыше в США, чем на Украине или в Украине. Но вы согласны с тем, что ценность жизни украинцев для США равна нулю? Ну, нет, ну как нет? Почему тогда они поставляют им ПВО всякие? Вы же сами ответили. Для войны, для давления на Россию. Министр иностранных дел Украины сказал, что для США очень выгодно, что они сами, что их солдаты не погибают, а вместо них погибают украинцы. Нет, тут соответственно, то есть цель Украины это защита. Цель США ослабить Россию. Они совпадают просто. А вы не думаете, что если вот Украина уже под влиянием США, уже как минимум 14-го года, то вся политика Украины направлена на то, чтобы ослабить Россию? Да нет, они не под влиянием США. Они, кстати, у них куча автономии. Не под влиянием США? Они сами по себе? Да, ну, Зеленский там просто, ну, я не знаю насчет США, но он там оскорблял этих политиков Германии там. Оскорблял Зеленский политиков Германии? Каких? Да. Нет, ну, от Германии там можно много сейчас. Он там назвал какой-то колбасой, помните было? Это не Зеленский, это, по-моему, предыдущий какой-то там глава МИДа. А, нет, посол, посол в Германии, бывший причем, посол в Германии, назвал, да, Шольца ливерной колбасой. Вот. Мы все очень веселились, да. И украинцы прям требуют вооружения. Ну, его уволили там потом. Они прям вообще в парламенте там требуют вооружения вообще. Ну, да, замечательно. А как думаете, вот как так получилось, что Украина, которая раньше могла сама ракеты в космос опускать, сейчас даже вот вооружение не способна производить? Ну, потому что Россия, как бы, отторгла от нее территорию, все время ее ослабляла. Сначала Крым, Украине нужно было, как бы, тратить больше ресурсов на вооружение и на... Ну, и почему же она их не тратила на вооружение? Почему у нее нет своего нет вооружения? Почему не тратила? Вон, как россияне думали, что Киев за три дня возьмут, а потом чисто Росгвардию приведут туда с дубинками такие. Решили, что как только Россия скажет, мы идем на Киев, то и Украина, тут же скажут... А кто сказал, что россияне вот за три дня Киев возьмут? Ой, да там Маргарита Симоньян говорит, да что там Украина, Украина, что там подавить точки какие-то огневые и все. А может быть они просто цитировали вот того же Столтенберга, который сказал, что Россия может вот за три дня, там, или за неделю он сказал захватить Украину? Нет, я не думаю. Не, а может быть они думали, вот прикиньте... Вы проверьте, вы проверьте, может они цитировали кого-то. Хорошо, а может быть это было и так, а потом оказалось, что... Вообще, сам вопрос, смотрите, вот здесь вот в чат-рулетке я много общался, мне всегда говорили, что украинцы, они вот настоящие европейцы, они такие порцувитые, умные, развитые, а русские вот какие-то вот алкаши там и прочее, и ничего не умеют делать. А вот сейчас мы видим, что Россия воюет своим вооружением... Смотрите, нет, смотрите, запад не верил в Украину до конца, и поэтому они думали, что их быстро возьмут, да, это такое было, им сначала даже поставляли чисто такие там бронежилеты, а потом Украина показала, как это говорится, волю к победе. И потом уже начали поставлять, вот, кстати, Россия не справилась с Украиной, когда ей еще не поставляли Украине никаких особых вооружений, только там каски и бронежилеты. Россия в этот момент не смогла справиться с Украиной, и после этого Украине начали поставлять более серьезное вооружение. Так что Россия не справилась даже с той Украиной, которой еще не поставляли... Ну, это немножко не так. На самом деле поставки вооружения начались еще вот с 2014 года, просто раньше свозили все советское вооружение на территорию Украины, вот с Восточной Европы, а сейчас оно просто кончилось. То есть Россия демилитаризовала, получается, сейчас все советские вооружения в Восточной Европе на территории Украины. Сейчас демилитаризуют натовские вооружения на территории Украины. Демилитаризуют за счет тоже уничтожения собственных вооружений, за счет уничтожения собственных людей. Ну, разумеется, потери... Мы тоже несем потери, конечно, это большая трагедия. Это демилитаризация Запада за счет жизней русских солдат. Нет, у меня-то вопрос был, как так получилось, что вот Украина, которая имела крупнейший танковый завод в Советском Союзе, сейчас не способна танки свои производить. А выпрашивает, дайте нам 30 там леопардов, дайте нам 30 абрамсов. Почему свои танки не способны делать? Даже у России чисто территориально и граждан в три раза в четыре больше. То есть, конечно же, у Украины недостаточно... А сколько граждан надо, чтобы танк создать? Ну, все-таки, чем меньше страна, тем меньше у нее... Хотя, нет. А вот почему у России такой большой, экономика такого же размера, как Южная Корея маленькая? У них реально размер экономики один и тот же. Ну, размер экономики России намного больше, чем у Южной Кореи? Нет, у них одинаковый размер. Вас кто-то ввел в заблуждение? Проверьте, пожалуйста. Размер там производимых товаров и всего у Южной Кореи примерно такой же, как у России, у Южной Кореи. Ну, вы проверьте, пожалуйста, эту информацию. Это возможно, если по номиналу сравнивать. Если... Возьмите паритет покупательной способности. Есть такое понятие... Ну, вот это вот самое... Паритет покупательной способности. Это значит, что там в африканских странах у некоторых, у них довольно хороший паритет покупательной способности. Они там могут за один доллар бататов там накупить себе кучу. Но ВВП у них все равно небольшой, даже по паритету покупательной способности. У них все равно небольшой ВВП. А как думаете, для чего вообще придумали этот паритет покупательной способности? Что можно там за рубль купить? Но при этом, когда выезжаешь за границу, там рубль обесценивается. Ну, вот если, допустим, надо построить танк, вот для чего его придумали, то доллары, они вам ничем не помогут. Ну, конечно. Вот в России нужны будут рубли. И вот рублей на танк потратить придется в несколько раз меньше, чем долларов в США, к примеру. А вот простым гражданам от этого, как всегда... На танк, на бургер, на гамбургер. Ну, конечно, потому что люди платят мало. Люди платят мало. В 5 раз меньше потребуется рублей. Да, вот именно. Это же эксплуатация. В России можно приезжать с американскими зарплатами и там делать все, что хочешь. То есть, потому что людям мало платят. Потому что людям мало платят, это плохо. Поэтому, когда россияне куда-то за границу уезжают в западные страны, у них автоматически становится меньше денег. А западные граждане такие приезжают, там как короли гуляют, там. И это что хорошо? Это все равно, что вот китайцам там на светшопс, как говорится, ну, в фабриках платят там копейки. И это что хорошо для граждан, что они готовы работать там за 10 долларов. В Индии вообще готовы работать за 10 долларов в месяц. Это что хорошо? Вы поинтересуетесь зарплатами в Китае. Я думаю, для вас это будет открытие. Украинцы очень позавидуют тем китайцам на фабриках. Ну хорошо, у индусов там работают за какие-то копейки. То есть, нет, все-таки то, что украина плохие зарплаты, это не говорит, что у России они хорошие. Украина все-таки... Ну, в России вот просто больше, чем на Украине. Ну и какая средняя? Ну хорошо, ладно. Если средняя брать, да, то в России больше раза в два. Ну хорошо, но это не значит, что Украина не самая богатая страна, чтобы на нее равняться. Вот бы если бы подправнялись... На нее никто не равняется. Нет, просто изначально на нее никто не равняется. Просто этот спор ведь, он давно идет. Я впервые вообще узнал о проблеме взаимоотношений Украины и России в 2004 году, когда первый Майдан произошел. Вам тогда, наверное, еще мало было лет? А тогда мне вот с Украины, мои ровесники, точно так же вот в IT-сфере работали, как и я. И они мне доказывали, что вот мы-то выбрали правильный путь. Вот у вас там Советский Союз, коррупция, а вот мы сейчас расцветем. Ну хотя бы, знаете, вот с тех пор, вот я смотрю, слежу за ситуацией, за экономикой Украины, украинская экономика идет только вниз. Ну хотя бы, знаете, нет противоречия. Вот украинцы говорят, нам нравится Запад, мы стараемся туда идти, с трудностями и все такое. Но это хотя бы не вызывает противоречия, чем когда российские политики берут своих детей, отправляют на Запад, у них там у всех там от Малышевой до там политиков в Госдуме, дети живут на Западе, они рассказывают простым россиянам, что нужно любить Родину. И вот у многих блогеров здесь тоже, к западным гражданству, они рассказывают, я тоже раньше чуть-чуть этим занимался, потом я просто не могла уже это лицемерие терпеть, я взяла и выступила, что не верьте этим лицемерам. Иметь западное гражданство и при этом рассказывать россиянам, что нужно любить Родину. И при том, вот у них еще американское гражданство, Америка это единственная страна, которая вообще взымает налоги, где бы человек не жил. и жил. И у этих блогеров американское А у каких конкретно-то? То есть давайте конкретику просто. Ну, я забыла о том, как USA называется. Про политиков давайте конкретику. Просто очень много лжи на эту тему. Я вот знаю, что в украинских СМИ не раз говорили, что у Медведева дети живут США. Это неправда. Что у Лаврова дочь живет в США. Это неправда. Это правда. У него дочка живет в США. Это неправда. Это правда. Да можно их даже в Инстаграм найти. А мне утверждали, что у них там фейковые... Найдите, пожалуйста. Найдите, пожалуйста, ее Инстаграм. Посмотрите. Она действительно жила в США, училась, когда он там работал. Потом он был послом в США. Когда он вернулся в Россию, она еще какое-то время там оставалась, заканчивала учебу. Но сейчас она в США не живет. Вот очень много спекуляций на эту тему. И манипуляций. Это неправда. Она даже родилась в США. И она даже с трудом на русском говорит. И вот у этой... Я забыла, как ее там, которая там против геев-то все время выступала. У нее сын вообще живет в Англии. И он работает в организации, которая поддерживает ЛГБТ. А у кого-то там вообще сын сам ЛГБТ и живет в Англии. Она рассказывает россиянам простым, как ужасно так списывать. Ну, наверное, это действительно большое противоречие, если это правда, конечно. Ну да. Если это не очередная утка. Да не, я думаю, это не... А то, что у Порошенко в Англии сын выступает там в какой-то группе с надписью Россия... Нет, это неправда. А вот наберите. У вас же есть вот сейчас... Вот прямо сейчас. Сын Порошенко в футболке с надписью Россия. Ну, он где-то сфотографировался в футболке с надписью Россия, может быть, не знаю. Ну, вы наберите, почитайте. Но он же не в России живет. Вашу реакцию... Он же не в России живет. Одно делало. Мне просто ваша реакция интересна. Он же не платит налоги в России там или что-то такое. Порошенко платил налоги в России. У него фабрика в России была, в Липецке. Ну да, украинские политики еще связаны с Россией. Она в 2015 году производство остановила, но при этом сдавала в аренду площади. То есть, соответственно, экономическую деятельность она вела, и, соответственно, с этой экономической деятельностью платились налоги в бюджет Российской Федерации. То есть, Порошенко платил налоги в бюджет Российской Федерации. У Украины были тесные связи с Россией. Но вот западные политики не посылают своих детей учиться где-нибудь в Самару там или еще куда-то, которые в политике стран НАТО. Представляете, какой был бы скандал, если бы, не знаю, Джастин Трюдо в Канаде или там американский этот послал бы в Россию своих детей. А кто, по-вашему, такой Джастин Трюдо? Это премьер-министр Канады. Ну, откуда он взялся? Я знаю, что вы сейчас скажете, что у него отец тоже был премьер-министр, но между ними был премьер-министр, который был... Вот чем отличается российская политика от... А как так? После отца Трюдо был политик, который был против него. То есть он не посадил своего сына сразу. Он потом была конкуренная борьба. Он сначала посадил вместо себя Медведева, а потом вместо себя посадил своего сына. Он посадил противоположную партию. Он никого не посажал. Вот в чем разница. То есть он сначала... Потом выиграла противоположная партия. Очень долго было. Он очень долго, его сын добивался того, чтобы стать тоже премьер-министром. У меня для вас... А потом, кстати, подождите, подождите, еще не все, еще не все. Один маленький секрет. Выборы в Канаде ничего не стоят, если королева Великобритании не утвердит кандидатуру. О, Господи, опять эта мульта, мы не зависим от Великобритании. Боже мой, это символический, символический, то есть она символический, но никогда в жизни она ничего... А, вы уже из Канады теперь, да? Да, я живу в Канаде. Вот, она символ... Это чисто символический... Это чисто символический? Да, вот это мульта, мне задумано. То, что это в законах Канады прописано, это как бы полный ем, да? Я не знаю, я живу в Канаде, мы изучали нашу политическую систему, мы... Так, так, так. Да, это чисто символический, то есть, чтобы сохранить как бы историческую преемственность и все такое, но никогда в жизни они ничего британская королева не решала. Если бы она попробовала что-то решить, то мы бы тут же вышли из-под ее влияния. То есть, эта мульта, это еще можно сказать, ой, США там влияет, на Канаду, но говорить, что Британия, вот мы символически как бы являемся, корона у нас как бы, это, ну, до сих пор являемся как бы колонией символически, вот, в Commonwealth состоим, как и Австралия, как и Новая Зеландия, вот, но говорить, что нами управляет, нами управляет Великобритания, это полный бред, нами никем... Это просто символически, чтобы просто сохранить историческую преемственность. Я правильно понимаю... Я изучала канадскую политику, и я знаю, как... Я просто не буду это бесить, не буду это бесить. У вас прям коснулось это. Да, меня коснулось, потому что русские вечно говорят, русские вечно говорят, а вами управляет Англия, а потому что вот света есть у королевы. Успокойтесь немножко, можно вам вопрос задать? То есть получается, что если в законах Канады это прописано, то получается, законы Канады, ну, это полная ерунда, да, на них не надо обращать внимание. Это чисто символическая вещь, законы Канады. Но если в законе Канады прописано, что утверждает премьер-министра королева, то, соответственно, получается, этот закон, он как бы, ну, ерунда, на него обращать внимание не стоит. Нет, символически она как бы подписывает, да, Но не выбирает. Вот в чем смысл. Она, да, она подписывает. Она утверждает. Ну да, она премьер-министра избирает народ, а королева чисто символически подписывает. Потому что Commonwealth... А какая популярность у Трюдо в Канаде? Она была очень высокая после того, как просидел до Хрюдо... Вот очень хороший вопрос. До Трюдо был Стефан Харпер, премьер-министр. Он очень долго сидел, вот как Путин. И потом, к концу своего срока, он тоже начал шизу творить. Но в отличие от Путина, его сместили тут же. Он был консерватором, сместили на Трюдо, либерала. И популярность тогда у Трюдо была... Он сформировал правительство, как бы, как сказать, без коалиции даже. То есть после консерваторов от них все так устали, что первый его срок, ему даже не пришлось формировать коалицию. А второй срок, он уже сформировался, его не избрали уже, как сказать, без коалиции. Знаете, такие тонкости нам не шибко интересны. Нет, почему? Это очень интересно. Потому что Путин вот... Знаете, очень интересно, смотрите, то, что есть историческая фотография, где, по-моему, Нэнси Рейган держит на руках младенца Джастина Чудо. А я хотела вам объяснить. Вот такая вот она демократия, когда любой простой человек может стать премьер-министром. Вот этого простого человека Нэнси Рейган на руках качала. Кстати, у моего друга был... Ну как, друг, они в маленьком городе вместе росли. И он сейчас депутат, можно сказать, от партии NDP, New Democratic Party. Это самое третье по... Ну как, в региональных выборах она часто побеждает. То есть он простой человек, и вот сейчас он депутат. А в России, блин, депутатов назначают, там, сынков приводят там везде за ручку. А он просто обычный чувак. А вы много депутатов в России знаете? Ну, знаю достаточно. Они там... Вот Канаде премьер-министр, он сидит нормально там, ходит везде. Тогда арабы не поддержали вот его... Подождите, его сисфайл он там не хотел что-то. Вот. Так на него орали вот арабы, просто подошли. Он там в кафе кушал, и на него прям на орали простые люди. Вот представьте себе на Путина вообще как к нему... Он там с кортежами ездит, его никто нахрен не видел даже вживую никогда. Серьезно? Да, с кортежами. Кстати, недавно в Телеграме видео пролетело. Кортежи Тюдо. Путина даже окружает вместо простых людей фасовошники какие-то. Серьезно? Нет, конечно, премьер-министры Канады охраняют. Но не так, что прям кортежи, там какие-то бункеры везде. Вот наберите вот сейчас вот в поисковике «Кортеж Тюдо». Это вот буквально недавно видео появилось. Он там ничем от путинского не отличается. Нет, ну если он приехал в другую страну, то да. Нет, нет, в Канаде. У нас Тюдо, я живу в городе небольшом, в отличие от Москвы. Столица Канады – это небольшой город. И там все, то есть политиков можно встретить. У меня мама ехала в лифте с премьер-министром бывшим. Мама ехала в лифте в одном с премьер-министром бывшим Канадой. И потом, тогда мы еще только приехали. И ей такие говорят… Да, Тюдо ездит на велосипедельную работу. Я тоже слушал про это. И кто может из простых людей в России с премьер-министром… Ну ладно, мы отвлеклись. А Россия, вот вы считаете Россия плохая, потому что вот начала спецоперацию на Украине. А Канада участвовала в спецоперации США в Ираке? А Россия, кстати, поддерживала это. В России тогда поддержала. Неправда. Ну вот Канада участвовала в спецоперации США в Ираке? Ну, они хотя бы не присутствовали. Участвовала, да? Как считаете, вот это хорошо или плохо, участие Канады в спецоперации в Ираке? Ну хотя бы у США были печи. Знаете, под выдуманным предлогом, да, начали эту спецоперацию, под выдуманным предлогом. А почему… Что якобы у Саддама Кусейна есть оружие массового поражения. А Саддам Кусейн не допустил на свою территорию инспекторов, чтобы доказать, что его нет. Вы проверьте, вы проверьте. Он допустил, но инспекторам не понравилось. В общем, в итоге этого самого оружия массового поражения там найдено не было. То есть предлог этот для нападения был выдуман. Канада в этом участвовала. Я так понимаю, вы никакие терзания… Муки совести вас за это не мучают, да? Хорошо, а если Россия тоже вот такая, тоже все не так однозначно, почему ее не поддержали вообще никто, кроме… Вот некоторые страны воздержались, но ее чисто конкретно поддержали только Северная Корея, Эритрея и Иран. Даже Китай он воздержался. Ну чтобы… Ну вот, а почему тогда, почему в ООН не жаловалась Россия никогда? Ну потому что США сейчас мировой гегемон, да, самая сильная страна. Разумеется, с ней отношения портить никто не хочет. Ну вот, а что-то Россия… А что удивительного? А что удивительного? А почему? А Россия вторая… Ну потому что США главный гопник, остальные побаиваются. А почему Россия со всеми ресурсами, с таким гениальным президентом, с самой огромной территорией на планете Земля, не смогла даже вот в сравнение встать с США, чтобы кто-то ее поддержал? Скажите мне, какая вторая по площади территория страна в мире? Нет, я говорю Канада. Какая страна вторая по площади? А вы знаете, а Канада, она вообще-то… Она с юга… Ну какая вторая по площади страна после России? Ну Канада. Канада. Вот. Что из себя представляет Канада в мировом плане? У нас территории с востока на запад простираются, а у нас маленькая территория, где люди могут жить, все остальное у нас север. У нас там непригодно для жизни, поэтому у нас население меньше. То, что вы называете маленькой территорией, где могут жить люди, это вот где-то широта нашего Сочи, Краснодарского края. А знаете, потому что у нас… У нас нет теплых течений. Просто территория Канады занималась как колония именно. То есть у вас на остальной территории, вот на трудной для жизни территории, у вас там просто добываются ресурсы, не более. А Россия, она вот сложилась в таких условиях. То есть у нас тут люди изначально живут не как в колонии, а как вот в естественно создавшемся государстве. И, кстати, а почему вот Канада своему коренному населению выплачивает бесплатное у них обучение в университетах, куча там чритий заключенного. А Россия, Московия, вы знаете, я родилась хотя бы на Урале, но мои родственники, они из Двятской республики. Их в Московье присоединило, и вот нифига, потом Московье еще вообще подавило коренные народы, запрещало им говорить на своем языке. Вот сейчас вообще они вымирают. А почему никакие компенсации не выплатили они? Вот Канада выплачивает. Можно я вам отвечу? Вот до прихода европейцев, вот предков канадцев, там предков американцев, на территории Северной Америки проживало, по-моему, около 30 миллионов индейцев. Вот сейчас их проживает около 2 миллионов. Вот предки канадцев их, мягко говоря, вырезали, а оставшимся, вот как вы говорите, что там, кстати, с их языком, я вообще не знаю. Меня сейчас поддерживают. Говорят, платят какие-то вот компенсации. Да, да, да. Смотрите, вот в России вот все эти сотни малых народов, о которых вы говорили, они прямо сейчас присутствуют со своей культурой, со своим языком. А вот в Америке, извините, раз их и не стало. Резервация. В резервациях они все оказались. Ну, конечно, в то время... Губернии, ваши предки, они были равными среди равных. Они не были загнаны в резервации. 90% населения там не было уничтожено, как вот поступили цивилизованные европейцы с коренным населением Америки. Нет. Вот в этом разница. А по поводу, знаете, малых народов Севера, кстати говоря, вот они у нас тоже ведь есть на территории. Да. Они, кстати, там тоже есть программы по их поддержке. Что, бесплатное обучение, что ли, дают? Льготы, бесплатное обучение в резервациях вообще? Вы знаете, я деталей не знаю. У меня нет друзей среди этих малых народов. Но то, что вот сейчас они живут достаточно богато, на джипах ездят, там и снегоходы у них, и все, это ни для кого не секрет. Ну, не знаю. То есть там программа поддержки государства, их достаточно значительная. Почему Россия вообще отняла автономию у регионов? Теперь губернатор... Раньше губернаторы... У каких регионов? У всех. Раньше губернаторы избирались, а теперь они назначаются из Москвы. Теперь весь бюджет сначала идет в Москву, а потом с барского плеча распределяется уже по регионам. Это тоже совсем не так. Это так. Теперь отменили выбор губернаторов, теперь их назначает Путин. У вас замечательная автономия, да? Вы вырезали коренное население, да? А теперь автономно распределяете их ресурсы между собой. Очень хорошо устроились. Нет. Автономия, например, у Квебека. Они даже хотят свою собственную миграционную политику вести. А почему в России за сепаратизм так называемый статья, а в Канаде общий сепаратист сидит спикер парламента, квебекский сепаратист? Почему в России вообще... Потому что, смотрите, сепаратизм это такая тема, которой очень любят пользоваться те же западные спецслужбы. Да. Да, и вот, к сожалению, да, все идеи сепаратизма очень хорошо оплачиваются из-за рубежа. То есть это в итоге представляет достаточно большую опасность для государственности страны. Соответственно, государство реагирует. Вы еще про иноагентов вспомните. Да, а почему тогда в западных странах сепаратизм не карается нормально все? Как это не карается? У нас спикер парламента, кстати, вот, после того, как нацисты... Последний раз в Каталонии, да, по-моему? Нет, в Квебеке до сих пор. В Искании, вон, посмотрите, как там силовики задерживали, там попытались провести референдум о независимости. Посмотрите, как испанская полиция задерживала организаторов. Ну, может, там, я не знаю, в Каталонии, в Квебеке был референдум всего на один раз. А знаете, есть реальный сепаратизм, а есть, как сказать, если не можешь остановить возглавие. То есть, допустим, если вот Британия контролирует ситуацию в Шотландии, она там может провести референдум даже, к примеру, да? Вот, если этот ваш спикер парламента, он, кого надо спикер парламента, то он может даже протестный электорат поддерживать. Смотрите, я тут с вами, я за вас. А в реальности делать что-то другое, к примеру. Это не сепаратизм, это, скажем так, увод электората, протестного электората в легитимное русло. С помощью карманных политиков. Нет, это вы по России судите, Дованков, спойлер, в России всегда спойлер какой-то на выборах, там Дованков этот, который трясся потом перед Путиным, вообще, такое страшное зрение, что Путин вообще какой-то поехавший там сидит, и Дованков этот трясется над ним, да, да, там ноги там ходят ходу под партой, вот. Вот там, в России, да, там чисто, типа, оппоненты Путина, они сами говорят, не голосуйте за нас там. Там вообще сняли с выборов настоящих кандидатов, за которых там очереди вставали. Настоящих? Да, за них подписи поставить, за Надеждина, за Думцову, их не допустили. А почему их сняли, вы не интересовались? Ой, сказали подписи поддельные, конечно, там очереди стояли за них, а у Путина не поддельные. Не, ну, конечно, там большинство россиян вообще за Путина, может быть, правда, вот. Но если большинство россиян за Путина, то вряд ли у него поддельные подписи, да, у Путина? Ну, хорошо, ладно, не поддельные. А почему не допустили независимых кандидатов? Пускай бы они проиграли в честной борьбе. Может быть, действительно, у них подписи были поддельные, вы не задумывались об этом? Там целые очереди стояли, и куча людей были... Ну, может быть, очереди сколько человек стояло в этой... Подписи, подождите, стояло достаточно людей, чтобы подписи и количество нормальное набрать, нормальных. Ну, а сколько надо подписей, вы в курсе? По-моему, 100 тысяч. Ну, а в очереди сколько стояло? Ну, по всей России 100 тысяч набиралось бы. Ну, вот я что-то вот не видел этих... То есть у нас здесь очереди не стояли, вот где я проживаю. То есть, может быть, где-то вот вы, конечно, видели эти очереди. Да. Но, похоже, они не по всей России эти очереди стояли. Я вот как-то не заметил их. 100 тысяч могли бы допустить нормальных кандидатов, допустили каких-то спойлеров. Ну, не знаю. У нас в прошлый раз допустили даже кандидата, который считал, что Крым надо отдать Украине, да? Нет. Это Собчак, это вообще фейковый кандидат. Как фейковый? Она же заявила политическую позицию свою, что вот надо вернуть Крым Украине. В Крыму, кстати говоря, за нее проголосовали даже чуть-чуть меньше, чем по остальной России. То есть 1,6 в целом у нее, а в Крыму там, по-моему, 1,4 у нее. Ну, вот вам кандидат куда уж более радикальный-то, да? Даже Крым предлагал Украине. Если бы желающие были поддержать такого кандидата, ну, наверное, они бы могли за нее проголосовать, да? Ну, тогда еще, да, был популярен присоединение Крыма, но сейчас во время войны куча людей уже недовольны. Через два года, когда куча людей умерла, сейчас уже не допускают вообще никого, потому что понятно, что люди недовольны тем, что, ну, война, убийство, вообще непонятно, как и концентрация. Ну, конечно, кто же может этим быть доволен? Конечно, недовольны этим, но просто, может быть, люди понимают, почему все это происходит. Вот в Канаде были недовольны люди, что вот убийство в Ираке, там вот около миллиона иракцев убили, то есть в Канаде люди были сильно... Открыто, то есть в России почему-то... В Канаде были сильно люди этим недовольны, сильно беспокоились на этот счет, как считаете? Ну, там нет такой степени количества смертей было, чтобы... Ну, побольше, побольше, чем на Украине. Вот мирных жителей, по оценкам ООН, в Ираке погибло около миллиона. Нет, канадцев-то мало умерло, люди все-таки заботятся о том, что они... А, то есть канадцы-то... А, то есть люди-то о людях заботятся, да, канадцы? Нет, как россияне, россияне заботятся о том, чтобы их не убивали. По большей части пока... Вот почему они не выступают за войну? Потому что все-таки она где-то далеко, ну, до последнего момента, конечно. Сейчас уже все, Белгород там... А как думаете, почему вот Россия вообще решилась на такие боевые действия? Мне кажется, все-таки... Есть у вас логичное объяснение? Или просто вот мы все тут дураки, Путин псих? Я очень... Или все-таки пытались логически объяснить эту ситуацию себе? Все-таки я не до конца понимаю, потому что в российской политике обожают жизнь на Западе. Я думаю, что... Так. Это был провал разведки. То есть они думали, что... Нет, обожают жизнь на Западе, логично. Да. То есть, значит, логично. Начав эти боевые действия, придется с этой жизнью распрощаться. Но я знаю почему. И они все равно идут на этот шаг. Я знаю почему. Почему? Потому что они думали, что произойдет все точно так же, как с Крымом. Маленькая победоносная война. А оказалось, что Украина не собирается... То есть они думали... В Крыму никакой войны не было вообще. Ну, в Крыму не было войны. Вот они и думали, что... Никакой? Да. Очень так провернули все. Нет, а в данном случае... А я не думал, что они сейчас скажут. Однозначная конфронтация. То есть... Нет. Все же высказались. За полгода же начали говорить. США начали говорить, что Россия готовится к вторжению на Украину. За полгода. Про Крым тоже предупреждали. Ничего такое. Все провернули нормально. Про Крым ничего не предупреждали. Крым стал неожиданностью для всех. Ну, думали... США считали, что они все... Подчинили всю Украину. И тут Крым успел отъехать от них. Ну, да. Но они думали, что это... Откуда объявят... А в данном случае все было понятно, что будет конфронтация. Ага, так почему... Будет значительно. Так почему наши элиты, которые вот обожают жизнь на Западе в том числе... Так они... Вот. Они на это решились. Почему? Я вам отвечу, почему. Почему на таких ужасных азовцев обменяли Медведчука? Потому что... Ну, во-первых, он кунг Путина. Вот. А почему россияне напали на Украину? Потому что они думали, что будет в Украине раскол элит и часть... Почему вот Путин обращался к... Нет. Смотрите, допустим, раскол элит. Допустим, за три дня бы Украину захватили. Но противостояние с Западом-то это не избавило бы? Ну, сначала... Или все бы сразу сказали, ой, какие молодцы, ладно. Никаких санкций, ничего не будет. Санкции точно. Не личные санкции, не персональные. Были бы такие же санкции против простых россиян. А когда российским политикам было не наплевать на простых россиян. То есть были бы санкции против простых россиян. Ну, а они сейчас против простых россиян. Нет, сейчас... Вот почему Навального-то убили? Потому что Навальный был за персональные санкции. И его команда, она выискивала всю эту собственность, вот этих российских политиков, их счета, вот, и они как раз-таки решили сделать... И кого выискали? Ой, да полно... Ну вот никого ввели санкции по наводке Навального. Вплоть там до этой, на озере Коми этой виллы Соловьева. На озере Коми? В российской лекарстве... А виллу Соловьева известно было, по-моему, задолго до спецоперации. Он и не скрывал особо этого. Да, он дворец Путина открыл этот, ну, Навальный. Ну, дворец Путина, в котором Путина ни разу никто не видел. Ну, конечно. Да куча этих бизнесменов в России, которые сейчас открещиваются и пытаются как-то снять с себя санкции. Там какой-то Волошь, что-то... Ну, да, да. И вот группа Навального занималась выбиванием денег с этих бизнесменов. Дайте, отстегните нам на борьбу с Путиным, вот, на нашу. Или мы заявим, что вот вы поддерживаете режим. Именно так это и делалось. Нет. Это КАЦ больше обелял и пытался как-то обелить. А команда Навального, она вот всегда довольно принципиально. Именно команда Навального принципиально заявляла, давайте нам денег. Посмотрите, Волков, по-моему, открытым текстом говорил. Все должны вот... А, да, на помощь Украине, на помощь Украине, он говорит. Нет, 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 на помощь фонду вот этого. Нет, я смотрела очень много их интервью, они говорили, что нужна деятельная раскаянность, деятельное раскаяние, и тогда... Ну, вот деятельное раскаяние, это дайте денег. Ну, дайте денег, да, на Украине. То есть, из оборудованных денег дайте на поддержку Украины, и тогда, может быть, с вас... Простите, а вот сейчас, вы говорите, из-за этого Навального убили. А вот сейчас, когда его убили, они больше не могут, не смогут так говорить? Дайте нам денег. Путин думал, что он обезглавит, да, команд, что запугает всех. То есть, вот он серьезно... Путин такой глупый, считал, что они только благодаря Навальному могли вот так вот деньги стрясать, просить, да? А Навального не станет, и они не смогут дальше свою деятельность вести. Ну, запугивание... А сейчас на Волкова тоже было покушение, избили его, руку сломали. Избили его? Да, в Литве. Или в Латвии. В Литве? В Латвии? Да, в Литве или в Латвии. Русские спецслужбы его избили, руку ему сломали. Русские спецслужбы в Латвии? Замечательно. Да нет, или каких-то полезных идиотов себе взять. Знаете, в Литве и в Латвии много симпатизирующие и путинской власти. Они избили прямо вообще ужасно этого Волкова. То есть не всех запугивают. Они даже меня запугивают, говорят, мы тебя найдем. Хотя я никто вообще. Ладно, меня, может, не будут искать, надеюсь. Вот. А всех более-менее таких оппозиционеров, там вообще они на них охоту открыли прям. А на Би-2. Так смотрите. Би-2 тоже хотели экстрадировать в Россию, хотя у них там были многих... У них просто гражданство российское. Куда их еще экстрадировать? Ну, там было гражданство Израиля, гражданство Австралии. Гражданства Израиля у них не было, по-моему, на тот момент. Не-не, там у всех, кроме одного, было иностранное двойное гражданство. Там у одного Израиля... Ну, вот как раз Израилем там как-то в ускоренном порядке что-то оформили, но гражданства Израиля у них не было. Не, было у одного гражданства Австралии, у другого... Было у кого-то, по-моему. Можно посмотреть, какие у них там гражданства были, но там только у одного не было никакого гражданства, кроме российского. Вот. Так что Россия охотится за всеми... То есть я правильно вас понимаю, что Навального убили, чтобы вот остановить работу фонда команды навального может тогда их стоило запугивать вот как волкова там все все всех их там бить а кстати вы не думаете что вот какой-то бизнесмен с которого деньги трясли мог вот нанять кого-то в латвии чтобы волкову ноги переломали чтобы он она приехала о них мне просто Sukimov они же они снесут деньги с бизнесменов которые на западе где-то скрылись в России так нет они трясут с российских бизнесменов они ничего строй не смогут То есть, тогда, если они находятся в России, эти бизнесмены, они подпадут по статью финансирования терроризма, если им денег дадут, понимаете? Потому что вот этот фонд, он спонсирует вот нацистов украинских, соответственно, если они в России, то они денег никак им дать не могут. Они трясут бизнесменов, которые отграбили россиян, свалили, и теперь своими держатами поддерживали путинский режим все это время, а потом свалили, да, сейчас якобы Путина не поддерживают. Именно с таких они трясут деньги. Вот такие вот люди, которые тут и нашим, и вашим убежали, вот как думаете, вот они, может, могли Волкову ноги-то переломать, чтобы он сильно-то не наглел. Они заработали деньги на России. Ну, убийство Навального точно никак не повлияет на вот это, на деятельность Волкова. Ну, смерть Навального, потому что его убийство, ну, никто не доказал его убийство. Его убили. Ну, вы, нет, вы, вы знаете точно, я не сомневаюсь. Вот я точно, я вот точно не знаю, поэтому у меня есть сомнения. А, кстати, а почему объявили о том, что у него был эмболия до того, до вскрытия? Такого диагноза не ставят без вскрытия. А они сказали, что у него тромб оторвался до вскрытия еще. Вы, вы медик по образованию? У меня мама медик по образованию. То есть, ваша мама провела вот экспертизу всех-всех данных и пришла к такому вывозу? Нет, официальная российская сторона сказала до вскрытия, потому что, ну, она где-нибудь до вскрытия Навального сказали, что у него отрывался тромб. А такое нельзя провести до вскрытия, нельзя такой диагноз поставить. А они сказали заранее, что у него тромб оторвался. Допустим, с высокой вероятностью, допустим, с вероятностью 99% можно предположить. Вот опытный врач, он может предположить причину смерти с очень высокой вероятностью. Нет, тромб такого диагноза не ставит. Нужно всегда вскрытие. Ну, вот, может быть, вам виднее, конечно же. Или, возможно, кто-то вас ввел в заблуждение, допустим. Спросите любого врача. Такое ведь тоже может быть, да? Спросите любого врача, только не нужно... А вы спросили уже у врачей именно? Или вы просто статью прочитали? Мне мама сказала. Она, кстати, тоже очень... Мама ваша разбирается в этом, да? Кстати, россияне, извините за такое грубое слово, но они очень оскотинились. И они просто... Вот, все-таки умер такой абозиционер, как бы... Даже мне мама говорила, что... Я от многих родственников слышала, которые не за Путина, конечно же, что как будто бы умер какой-то близкий человек. Вот реально. Был просто такой день ужасный, когда он умер. Все-таки печально, жалко человека. А в россияне такие, ой, собаки, собачья смерть. О, туда мы дорога... Какие россияне? Да я... Там всякие бывшие подруги детства, там... Ну, возможно, кто-то испытывал неприятное... Неприязненное отношение к Навальному, да? Чего? То есть, если большинство населения России, допустим, к нему неприязненное отношение испытывает, соответственно, как-то скорбеть о его смерти сильно и не будут эти люди. Он их, блин, хотел нормальную Россию будущего построить? Вот когда Дарью Дугину убили в России, журналистку, украинские спецслужбы убили, теракт совершили, вы сильно переживали там как-то о ней? Или вот как, посмотрите, украинское общество к этому относилось? Ну, а есть разница большая? Как они там, пляски на костях... Каждый раз ведь Украина устраивает пляски на костях, когда вот... А есть большая разница, потому что... Вот и известный человек погибает в России. Украинцев до этого русские убивали, и эти пропагандисты это оправдывают. Поэтому, да, они радовались. А Навальный никого из россиян не убивал и ничего не делал, но россияне все равно радуются. То есть это одно дело, когда... Нет, Навальный открыто работал против интересов России. Это неправда. Ну... Вы бы не представляете, какое отличное было бы... Вот Россия потеряла свое будущее. Какая отличная была бы репутация у России, если бы такой лидер, красивый, молодой... И это важно тоже. Красивый, молодой, харизматичный, с женой. Не какой-то там разведенный, который прячет там женщину-1 и женщину-2. А вот с нормальной семьей встал бы во главе России. Мне бы было... Да и большинству молодых россиян была бы так... Какая гордость за страну? Ну, не знаю. Я бы, наверное, как сказать, наоборот, очень расстроился. Смотрите... Команда Навального... Смотрите, сам Навальный сидит в тюрьме. Сейчас он не успел проявить себя после СВО. Но вот его команда себя полностью проявила. То есть они собирают деньги для террористов ВСУ, для нацистов из ВСУ. То есть они открыто действуют против своей страны. Открыто. Открыто действуют против своей страны. То есть оппозиция, это когда я с чем-то с Путиным не согласен. Вот тут он делает так, а я считаю, что надо сделать так. А вот если я считаю, что надо убить как можно больше россиян, убить Путина, чтобы Россия развалилась, вот тогда я не оппозиция. Тогда я, извините, враг, работающий в интересах какой-то другой страны. И вот команда Навального действует сейчас именно так. Именно это все видят россияне. Именно поэтому такое отношение и к команде Навального, и к самому Навальному. Россияне, я много смотрю Навального. Они как раз-таки защищают права россиян, даже которые пытаются там уехать, которых там может быть как-то несправедливая страна Запада. Что они сказали по поводу убийства Дарьи Дугиной? Команды Навального? Про пропаганисты я не знаю, что они сказали. Это россиянка, журналистка россиянка. Они выступают за права простых граждан, они до сих пор. Они до сих пор пытаются политик, вы не понимаете, я вообще поражаюсь их, альтруизм, они до сих пор. Как думаете, простым гражданам в России, если Россия проиграет, будет плохо? Я думаю, нет. Простым гражданам будет нормально. Да, ну... Да, простым гражданам как раз-таки будет, откроется... Вы молодые, наивные. Так простым гражданам вообще их перестанут... Вам сколько лет, простите? Мне уже за 25. В 25, то есть вы даже развалы Советского Союза не помните. И, учитывая, что вы в Канаде, скорее всего и 90-е вас миновали. Просто, ну, я вам открою секрет. Про 90-е... Когда Ирак проиграл войну, там было очень плохо людям. Когда СССР развалился, жизненный уровень людей просто-напросто рухнул. А когда Германия проиграла, потом... Конечно, жизненный уровень там точно так же рухнул. Нет, ее восстановили, она сейчас самая процветающая страна. То есть... Ну, далеко это уже... далеко уже не самая процветающая. Ну, поняли. Ну, достаточно богатая страна, конечно, да. Потому что началось новое противостояние с СССР. А вы знаете, почему 90-е было плохо? Потому что экономика перестраивалась с плановой на рыночную. И рыночные реформы заработали только в нулевые годы. И тогда как раз-таки Россия была друзьями с Западом. И россияне как раз-таки богатели. И это были самые лучшие годы для россиян. Вот нулевые годы. Были жирные, нулевые. Вы знаете, вот знаете... И вот как раз-таки... Вот как раз в 90-е, когда все в России разваливалось, когда Россия деиндустриализировалась, вот тогда на Западе, я помню, нас хвалили за демократию, за свободу, за стремление... А как вот, да, как только была принята другая линия развития с приходом Путина, да, вот тут же мы стали недемократичными. Вот последние санкции, наложенные на Советский Союз, отменили где-то в 2008-м что ли году. Они продолжали действовать в отношении России, наложенные на Советский Союз санкции. И сразу после их отмены ввели санкции уже на Россию. Нет, когда Путин... Да, акт Вагницкого, так называемый. Когда Путин еще притворялся... Когда его демократические выборы, я помню, вот нулевые в России были реальные выборы вообще. Все там не знали, кто там станет кем. Вот. И так Путина выбрали, все нормально, Запад нормально относился. После вторых выборов уже было понятно... В 1906 году были выборы, когда Ельцин победил официально. Вот очень огромное количество людей считает, что в реальности на них победил Юганов. Ну хорошо. Просто учитывая, что люди вот от всего этого шока экономического, ну никак не могли проголосовать за не очень трезвого человека, а хотели бы что-то наоборот вернуть, как было, хотя бы как было. Но вот тогда никто не заметил нарушения демократии в России. Никто не ругал на Западе. Вот как только решили отстаивать свои интересы... Посмотрите, с чего начал Путин. Отмена договоров о разделе продукции. Это когда западные компании практически на колониальных условиях действовали на территории России. Вот Путин эти договора просто начал аннулировать. Да, и тут же он стал очень недемократичным. Путин разделил поляну между своих олигархов, когда он начал им все присваивать туда. А потом он еще произнес какую-то речь очень враждебную. Если у нас капитализм, то поляна неизбежно делится среди... Нет, они не пустят. Вот почему в 90-е это было все так... Почему не появились независимые суды и все такое? Потому что 90-е, они не допустили иностранных инвесторов как раз таки. Они поделили поляну... Олигархи российские, СССРовские, они все поделили поляну между собой. Никто иностранный там не пришел и не скупил там их активы. Это все поделено было между чисто российскими олигархами. Так что там чисто российские олигархи обворовали российский народ. И тут пенять ни на кого вообще не получится. Вот сейчас, например, раньше, в 2000-е годы, было сотрудничество с Западом. Там куча работ, куча научных проектов совместных. А теперь, даже там, где работали мои родители, мы уехали в 2007 году, но они сейчас, если бы они остались в России, они бы потеряли работу. Потому что все сотрудничество научное с Западом теперь вообще прекратилось. И люди потеряли работу, никаких перспектив. Они говорят, даже реагентов в лаборатории нет. И лекарства трудно купить, и вообще, и запчасти, и машины подорожали. То есть, если так спрашивать россиян, ничего хорошего. Они все время почему-то храбрятся, почему-то они не хотят признать, что от санкций плохо. Все время говорят, ну, ну, все нормально, типа. Смотрите, конечно, разумеется, от санкций в чем-то и плохо, но далеко не так плохо, как рассчитывали на это вот те же страны Запада, да? То есть доллар не стал по 200 рублей, как об этом заявил Байден. Экономика России не была порвана в клочья, как об этом говорил еще Обама. Еще Обама ведь порвал экономику России в клочья, вы не забыли? То, что Россию пытаются надавить со всех направлений, это было заметно уже давно. То есть первые, по-моему, на первом месте по количеству пойманных на допинге находятся спортсмены США, но при этом именно российских спортсменов ограничили из-за допинга в участиях в Олимпиаде. А потому что там государство было замешано. В России было замешано само государство в этом. Они там через дырку им передавали. То есть поэтому Россию как страна... Передавали, да-да, через дырку передавали. Знаете, такую сказку рассказать можно про любое государство. Если вот эти члены Олимпийского комитета были бы у меня в кармане, поверьте мне, они бы спели бы что угодно. Допустим, и Канаду бы в чем угодно обвинили. Да без проблем. Есть вот статистика по спортсменам, которые попались на допинге. И россияне там, по-моему, даже не в пятерке первых попавшихся на допинге. Именно россияне. Но при этом мы видим давление. Вот Россию отстранили от Олимпийских игр якобы из-за боевых действий. А при этом Израиль от Олимпийских игр почему-то никто не остраняет из-за боевых действий. США из-за боевых действий во многих регионах земного шара никто от Олимпийских игр не отстранял. Это двойные стандарты. Это просто один из элементов санкций. Это даже не санкции, по сути. Это рестрикции. Санкции — это что-то санкционированное международной организацией. Он никаких санкций против России не санкционировал. Это рестрикции, ограничения, принятые в единоличном порядке. Со стороны гегемона США его шавок подпевал. Среди которых колония Канада. Если изучать политику серьезно, то понятна разница между ситуацией США и ситуацией из России. Там вообще небо и земля. А почему Путин наплевал на свое население, его предупреждали США? А, кстати, в США еще в 90-е нас кормили ножками буша и жертву наживали. Возможно, потому что он пришел к выводу, что если этого не сделать, то населению будет еще хуже, чем в результате этих санкций. Нет, он проигнорировал. США предупреждали, что будет теракт. А он такой... Многие россияне говорят, что это не так. Но там публичная речь Путина. Да, конечно. Они прекрасно знали, что готовится теракт. Они предупреждали. Они объявили для своих граждан. Да, а Путин... Даже речь Путина есть. Он говорит, что это провокация. Насрал он на это. И все, и граждан столько погибло. Ну, естественно. Как думаете, если террористы пытались скрыться на... Перейти вот украинскую границу. Это бред? Это бред. А куда они ехали? Там была граница Беларуси. То есть, ладно бы они там с какой-нибудь... Там была граница Беларуси, тоже недалеко. Но вряд ли они собирались скрыться в Беларуси, да? А так что, у России, что ли, если окно открыли им с украинской стороны, то значит, с российской... Как они, если окно с украинской только открыто, а российская граница закрыта? Получается, и российская граница там открыла окно? Вы как себе границу представляете? Что это вот непрерывная полоса, где вот непрерывным рядом стоят солдаты? Ну, хоть как-то охраняется, надеюсь. Хотя уже сейчас... Ну, она охраняется патрулями, да? То есть, мимо которых все-таки можно теоретически проскочить. С боем прорваться, то есть... Пограничники, они все-таки не... У них-то там машинка, Рено была какая-то, да. То есть, они бы что-то прям прорвались с боем, да. Ну, или попытаться вот просочиться, то есть... А на той бы стороне их встретили. Ну, мне кажется... Это ИГИЛ взял на себя ответственность за это. ИГИЛ на себя брал... Посмотрите, за что ИГИЛ на себя брал ответственность в последнее время. Они там уже... Все шутят, что... За прорыв водопровода скоро начнут брать на себя ответственность. Все шутили, что ИГИЛ так хотел показать, что того на Россию типа его надуло. Может быть, это и правда Россия просто не хотела. Нет, вы знаете, там действительно, скорее всего, использовались исламисты вот эти. Но то, что они использовали их украинские спецслужбы, это, по-моему, сомнений не вызывает. Да нет, просто исламисты воспользовались тем фактом, что Россия очень ослабленная. Сейчас у нее все спецслужбы только на поиск украинских экстремистов нацелены. И еще там всякие экстремисты ЛГБТ там преследуют их. А на реальных экстремистов у них уже времени не осталось. И нельзя, они воспользовались этим. Они воспользовались тем, что украинские спецслужбы предоставили им взрывчатку, вооружение и выход, ну как сказать, окно. Я думаю, что украинские спецслужбы не рассчитывали на такой прям громкий теракт, что у них так прям, что так много жертв будет. Они рассчитывали наверняка на несколько убитых охранников и убитых этих же террористов в процессе стрельбы с охранниками. А что Путин никаких, почему выходы были запреты, почему охранники не остановили этих террористов, почему там никто вообще оказал, они не пронесли спокойно оружие? Ну они не пронесли, они просто начали со стрельбы по охранникам. Охранники были не вооружены. А почему не вооружены? Предупреждали, что был риск теракта, почему не вооружили охранников? Ну нельзя вооружить прям всех охранников по всей территории России. Ну это крокус, это какой большой city hall, это не где-то там, там, в Зоропинске где-то. Ну вы бы наверняка сделали лучше, я не сомневаюсь. Я думаю, что я бы не сделала лучше на президента, поэтому я и не претендую на роль президента, но президент, если он особенно сидит... Ну если вы его в чем-то обвиняете, значит вы считаете, что, наверное, вы бы сделали лучше, да? Нет? А, то есть вообще никого ни в чем нельзя обвинять, если ты сам не... то есть власть вообще нельзя обвинять, если ты думаешь, что ты сам не сделаешь лучше? Ну конечно, если... то есть если я знаю, что надо было делать не так, а вот так, только в этом случае... А может быть я бы сделала лучше? Может быть я сделала, кто знает, я не была на роли президента, вот. Я очень надеюсь, что вы будете когда-нибудь в роли президента Канады или как премьер-министра? Кто знает, может я бы сделала лучше. Ну чем Путину уже хуже, уже хуже трудно сделать, так что может быть да, может быть и лучше. К Канаде я хороших чувств не испытываю, поэтому желаю ей такого премьер-министра, как вы. Хуже, чем Путин, сделать трудно, так что, может быть, и я бы даже сделала лучше. Я бы хотя бы не портила ситуацию. Путину досталась отличная страна, уже рыночные реформы заработали, нефть, огромная цена была на нефть. Он уменьшил, чтобы все это запороть. А жить бы вам в этой стране, где заработали рыночные реформы? Ну, в России. Вы не застали просто вот этот вот период. Нет, в 90-е я помню, я была маленькая тогда, да. И, кстати, в США... Вы были маленькие в 90-х? Да. А, в один год был? Ну, у меня родители нормально в 90-е жили как раз в США, были сотрудничества с Западом. У меня они работали и путешествовали, у меня еще и мама училась в США в этом время. Были люди, которые прекрасно жили в 90-х, но для основной массы... Да, у меня еще и мама даже в США училась в это время. Для основной массы населения это было чудовищное падение уровня жизни. Чудовищное. Ну, потому что была неэффективная плановая экономика, перешла на рынок... Ну, вот при неэффективной плановой экономике у них был один уровень жизни, а при эффективной рыночной у них стал в несколько раз хуже уровень жизни. А что ж тогда Советский Союз развалился, раз так все было отлично в плановой экономике? Там много причин. Не было все отлично в плановой экономике. Были свои недостатки, свои достоинства, свои недостатки. Ну, это отдельная тема и... Ну, хорошо. Не знаю, может быть, вы когда-нибудь об этом подумаете. Я рад, что вы хотя бы без мата общаетесь. Я, кстати, вас смотрела... Я тоже рад, что вы без мата общаетесь. Я вас ранее... Просто задумайтесь. Вот наши правители, которые знали, что вот эти действия, их однозначно им придется разрывать все отношения с Западом, они на это пошли. И пошли они на это не от хорошей жизни, а потому что считали, что по-другому будет еще хуже. Ну, хорошо. А у меня вот более... То есть давление на Россию вот мы наблюдали, ну, начиная, по-моему, с 2007 года, когда там это так, с Акт Магнитского-то... Ну, уже новая волна давления. То есть до этого были ограничения, которые вот еще с Советского Союза распространялись, а новое давление вот началось как раз вот после экономического кризиса. После 2014 года это уже стало явным, откровенным. Когда... Да-да-да, когда на Майдане скачут по скаляку на геляку, и при этом американские политики первого эшелона приезжают все это поддерживать. Ну, что? Ну, я просто... Я смотрела ваше видео, я знаю, что, скорее всего, при всем уважении вас проплачивают, потому что вы, например, возите дроны на территорию ДНР, ЛНР. То есть это больше... И вот точно так же ждет Миша из Канады тоже. Все как-то централизованно работают. Давайте вместе поблагодарим тех, кто меня проплачивает. Олег Михайлович, сообщение, спасибо вам. И вам тоже спасибо, Олег Михайлович. Александр Александрович, без сообщения, спасибо. Игорь Андреевич, для сборной на тепловизор, спасибо. Вот, вы же, значит, у вас есть... Ну, как вы считаете? А почему... Как вы покупаете дроны вообще? То есть у вас должны быть какие-то связи, значит, с армией России, раз у вас получается покупать дроны. Из донатов. Ну, а как вы... Кто вам продает вообще эти дроны тогда? Они продаются в магазине. Это гражданские модели дронов, которые можно приобрести в магазине. И вы потом их используете на войне? А как вы думаете, а какие украинская сторона использует? Те же самые гражданские дроны? Так нет, это же должна армия России производить. Армия России производит более специализированные дроны. То есть дронов используется огромное количество. Вот небольшие дроны, которые вот на уровне отделения, на уровне взвода используются, и стоят с другой стороны, они все гражданские модели используют. Вот серьезные дроны, которые вот, допустим, высокоточное оружие наводят, или разведку в дальнем тылу проводят, или вот ланцеты, как вот ПВО американское, уничтожают в том числе. То есть вот это уже достаточно дорогие армии, действительно, армиисти, их в магазине не купишь. А вы покупаете обычные дроны и к ним прикрепляете взрывчатку? А то, что пехота использует в окопах, вполне себе гражданские модели, да. То есть взрывчатку к дронам крепите и посылаете, ну, их... Точно так же, обе стороны сейчас этим занимаются. А кроме дронов еще что-нибудь делаете? Ну все вам расскажи. Буханку вот недавно я подарил ребятам на фронте. Системой рэп ее обеспечил, чтобы как раз глушить управление этих дронов гражданских. У вас, значит, много денег. Обычно у блогеров, у которых много денег, они начинают покупать оборудование себе всякое, то есть, ну, не знаю. Ну я вот себе оборудование много не покупаю, покупаю ребятам то, что им надо, отвожу. Население России очень активно поддерживает. А что будет после Путина? Будет деноцификация уже России после Путина? После Путина будет уже... Вот смотрите, если без Путина России нет... А для деноцификации нужен нацизм. Я могу вам привести пример нацизма на территории Украины. А почему весь мир считает Россию фашистским государством? Значит, когда Путина не станет... Весь мир так не считает. Обзываются, обзываться могут. А если мы... Ну что такое нацизм? Вот дайте определение. Нацизм это когда один народ считает, что он лучше другого. Вот, замечательно. Потом, ищите, прямая речь, Данилов, глава СНБУ Украины, говорит, что мы, вот, украинцы, мы европейцы, мы человечные, взаимопомощь друг другу оказываем и все. А русские, они не такие. Они азиаты. И они никогда такими, как мы, не станут. Ну, немного... Это нацист? В связи с войной, да, перегиб. Это нацист? Скажите мне, это нацизм? Немного совпадает с нацистскими... Немного совпадает, да? Ну, это как бы реакционная, это реакционная все. Какая реакционная? Ну, на... До СВО, министра культуры Украины. А до Крыма было что-то такое? Подождите. До СВО, министра культуры Украины. Почему на востоке Украины не поддерживают вот наши все майданные движения? Потому что там люди с более плохой генетикой. Там много завезенных из России, поэтому генетика там никакая. Это нацист? Ну, перегиб палки, да. Нет, это не перегиб палки. Это именно культивация нацизма. Но это же не... Нацизм, культивируется нацизм целенаправленно на территорию Украины. Но это же не... Ну, это не... Это неправильно. Это надо прекратить. Ну, а что? После Путина... Ну, это не допустимо. Согласитесь, это недопустимо, да? Культивирование нацизма, это недопустимо, да? Ну, это неправильно, если это правда, говорят такое. То, может быть, это еда. Но, а если без Путина... То есть, как это? Может быть, это еда? А если без Путина нет России, то, значит, Россия осталась всего лет 10. Путину же уже 70 лет. А кто сказал, что без Путина нет России? Все считают, что, типа, Путин единственный там надежный... Вот я не знаю этих всех. А я слышала, вы говорили, что, кстати, нужен преемник после Путина. Вы говорили, что уже... Ну, конечно. Конечно, я так и считал. И сейчас так считаю. Что со стороны Путина было бы правильнее подготовить преемника, назвать его, скажем так, обеспечить кредитом доверие, чтобы система не зависела от одного человека. Я сейчас так считаю. А почему Путин никакой... То есть, Путину плевать на Россию? Он никакого преемника не подготовил. Ему не плевать на Россию. Просто, значит, принял решение, что в данный момент он должен нести всю полноту ответственности, продолжать... Он боится, что преемник станет... Если он реально выдвинет преемника, он станет популярнее него, и тогда он потеряет власть. То есть, Путину явно наплевать на то, что там будет хаос, если с ним, не дай бог, что-то случится... Вы знаете, вот вы можете читать мысли Путина, я такой способностью не обладаю. Поэтому мне трудно с вами спорить и воображать. Путину может случиться все, что будет. Как-то возражать. Когда вы говорите, что Путину на что-то плевать или там... То есть, вы явно прочитали его мысли и знаете за него. По действиям-то можно судить. То есть, он... По каким конкретно, по каким действиям? Потому что он понимает, что он смертный человек, может случиться все, что угодно, но он даже не подготовил преемника. То есть, если что-то с ним случится, будет полный хаос. Будет дележ власти там, фиг знает что. То есть... Ой, кажется... Ну, или что будет? Вот. Или будет реализована процедура, которая прописана в Конституции Российской Федерации, да? Ой, да там уже от выборов ничего не осталось. Никакого... Почему? Нет, у нас Конституция на паузу не ставилась. Вот в демократической Украине Конституция стоит на паузе, как они... По заявлениям президента Украины. Где, кстати, выборов, я так понимаю, не будет. Ну, в военное положение. Ну, в демократической Украине не обязательно выбор. Там и так демократия. Это как Польша в свое время, да, сказала, что не пустит к себе на выборы наблюдателей от других стран. Потому что Польша демократическая страна и нефиг за нами наблюдать. И все в мире это съели. Про это я не слышала, конечно. Вот сейчас в демократической Украине не будет выборов. Ну, все опять съедят. Если Россия не напала... Все равно будет говорить, что демократия. Если Россия не напала, то были бы и выборы тоже. А сейчас, может быть, да, может быть... Я вам напомню, что, как сказать, еще до СВО вот проходили на проходящих выборах на Украине жители Донбасса, которые на территориях, которые контролировала Украина, тоже были лишены возможности голосовать. Ну, да, потому что там Россия оккупировала. Нет. На территориях, контролируемых Украиной. Именно Донбассу не разрешили голосовать. Ну, про это я не знаю. Ну, это так. Это мелочи какие-то. Какие-то мелочи, да? Что тут? Все равно демократия. А почему... По телевизору сказали, что там свобода, да? Весь мир ведь сказал, что там демократия. Значит, демократия. Вот вы не беседовали никогда с украинскими блогерами, такими известными, которые в юридическом смысле могут ответить. Вы в основном ищите людей, которые такие обычные. Я общался с многими украинскими блогерами. Просто они, как правило, делают это как... Играют в игру «Папа, где море?». То есть, вот говорят, не было переворота на Украине. Спрашивают, что такое переворот. Вот. И начинается куча версий. Да, там не было переворота. Ну, что такое переворот? Так там рада-то осталась. Нет, определение. Вот государственный переворот. Определение дайте. То есть, незаконная смена власти, да? Самое короткое определение. Незаконная смена власти. Там была законная, потому что там рада проголосовала. Вот в Конституции Украины есть прописаны все варианты процедуры смены президента. Ни одному из прописанных в Конституции Украины вариантов то, что произошло, не соответствует. Можно наводить тень на плетень. Рассказывать, рада проголосовала, Конституционный суд не отменил. Это уже все позже можно наваливать. Но изначально есть прописанные в Конституции действия и есть неконституционные действия. Вот на Украине произошли неконституционные действия. Если это было бы так, то потом, если следующий президент его демократически выбрали, Россия это признала. Вот если Россия, не помню, что там признавала Россия, вряд ли Россия что-то признавала. Она признала Зеленского легитимным президентом. Ну, США вот сейчас Путина признали легитимным президентом, хотя тоже сказали, что там не верят в наши выборы. Ну и Россия признала, с кем-то общаться же надо там на Украине. Кто-то же должен был выполнять Минские соглашения. Не верят на Россию, потому что у них там в России нелегитимное что-то так. Ну, вот вы убежали от темы с государственным переворотом. Неконституционная смена власти это государственный переворот. Вот юридически подкованные украинские блогеры виляют пятой точкой вот с амплитудой достойной, как сказать, достойной лучшего применения. Ну, они могут объяснить. Что они могут объяснить? Ну, тем более, а какой смысл? Логика простая. Конституция есть? Есть. Если она соблюдалась, значит, по закону все. Если она не соблюдалась, значит, не по закону. Все. Дальше объяснение, дальше оправдание. Можно наговорить. Ну, а зачем было убивать людей? Только потому что, да, переворот, ну и ладно. И что, убивать людей из-за этого, что ли? Ну, во-первых, людей убивать, это вот, пожалуйста, к американцам в Ираке или вот к израильтянам. Россия все-таки старается действовать по-другому, старается мирное население не задевать. Во-вторых, ну, я же говорил вам свое мнение. Пришли к выводу, что если этого не сделать, будет только хуже. Украину активно накачивали оружием. То есть Украину, общество украинское информационно готовили к тому, что они силовым путем будут захватывать Донецк и Луганск. Ну, это территория Украины. Ее отторгли. Туда пришли такие прям коренные дончане. Ой, дончане. Дончане. Или как они называются? Короче, коренные жители прям в Москве все родились. Там Моторола, Гиви, Стрелков, Гиркин. Гиви местный. Да, да, он местный. Он как раз вот коренной дончанин. Посмотрите, основная масса воюющих, там всегда были местные жители. Просто возьмите статистику по пленным украинским. За 10 лет вот этого конфликта на Донбассе они захватили несколько тысяч пленных. Россияне там есть, но их меньше одного процента. То есть основная масса воюющих, местные жители. Как называется война, когда с обоих сторон основная масса воюющих граждан не одной страны? Ну, как называется такая война? Скажите мне. Не знаю. Не знаете, да? Ну, вот видите, вам как надо еще много всего узнать, там, образованием заняться. Это не гражданская война. Не гражданская война, да? Это Россия помогла. Ну, даже если была какая-то там... Россия поддерживала одну сторону, там, США... Да, страны НАТО другую сторону. Но они почему-то своих... Почти в любой гражданской войне происходит влияние извне. Почему они свои войска не послали, а Россия послала? Почему они до сих пор свои войска не послали? Какие войска Россия послала? Ну, вот сейчас она послала, типа, защищать Донецк и Луганск. Ну, потому что Украина открыто сказала, что не будет выполнять Минские соглашения. Ну, а почему... Зеленский заявил, что все, он отказывается, что нам не нравятся такие-то пункты, мы не будем их выполнять. Соответственно, что он будет дальше делать? Если он не будет выполнять... А? А Запад не послал войска. Значит, они не так уж и поддерживали. А поддерживал... Ну, они не хотят своими войсками, своими людьми рисковать. Они хотят для этого использовать украинцев. Это же идеально. Когда есть подготовленное, идеологически подготовленное кушечное мясо, отправить их для ослабления противника, самое то, это самое выгодное. А что Россия ведется тогда на это? И, кстати, вот я смотрела видео... Нет, я так понимаю, что пришли к... Я же говорю, объясняю вам, пришли к выводу, что другого варианта нет. А вот в видео Милова было сказано... Что будет только хуже. В видео Милова было сказано, что там объявили Харьковскую Народную Республику тоже, но там россияне не пришли, не поддержали войсками, она как-то сама рассосалась. А вот там где... Нет, немного не так. Где успели подавить протесты, вот в Одессе, вполне бы Одесская Народная Республика образовалась, если бы там вот показательно не сожгли, даже загнали вот несколько тысяч националистов, показательно сожгли 150 человек в Доме профсоюза. Ну, там были и антимайданные протесты, там стенка на стенку столкнулись люди. Да, да. Да. Именно. Именно завезли туда нацистов, которые столкнулись с местным населением, показательно убили, жестоко убили 150 человек, и за это никому ничего не было. Нет, там были антимайданные очень жестокие протесты. Они как раз начали, они начались с антимайданных протестов, которые там за майданных людей убивали. Да. А потом те, как бы тоже, и вот случилась эта трагедия, они столкнулись. Вот, трагедия. Вот в Одессе собирались тысячные или десятки тысяч людей на пророссийских демонстрациях, потом их запугали вот этим вот безнаказанным убийством. Нет, потом они начали идти на замайданщиков, и потом случилось вот такое вот состокновение, и в результате этой трагедии погибли люди. Не в результате трагедии. Там с майданской стороны тоже погибли. Что значит в результате трагедии? Ну, в результате столкновения. У каждой трагедии есть имя, фамилия и отчество. Удраки. Вот когда люди запертые в здании, и в это здание кидают бутылки с зажигательной смесью, это трагедия или это убийство? Так там погибли еще и за майдан, те, которые были за майдан тоже. Нет, это неправда. Посмотрите, посмотрите вот новости украинские того времени. Убили россиян в Доме профсоюзов, сожгли колорадов. Да-да-да, посмотрите все это. Потом выяснилось, что ни одного россиянина там не было, что все погибшие одесситы. На скамейке подсудимых, то есть вот преследовали украинские власти, только тех, кто выжил в Доме профсоюзов. Со стороны нацистов, которые убивали там людей, ни одного к ответственности не привлекли. Там даже приносили цветы. Ни одного цветы приносили люди, а потом приходили нацисты, все это рушили, там жарили шашлыки на этом месте. Да-да-да. Да, посмотрите. В Одессе на 2 мая пожарили шашлыки около Дома профсоюзов. Наберите в новостях. Это очень патриотическая новость украинских СМИ. В украинских СМИ она тиражировалась вполне себе. Они глумились, они издевались, они вот течились своей безнаказанностью, что они могут убивать людей по политическим мотивам. Им за это ничего не будет. Ну, конечно, людская злость, да, бывает вот. Ну, бывает. Часто же россияне над украинцами смеются и все такое. Ну, это нехорошее. Нет, смотрите, в нормальной стране люди, которые кого-то убили, даже если нехороших людей они убили, тем более массово, они должны понести были ответственность? Ну, я посмотрю, понесли они или нет. Никто не понес. Я вас опережу. Я смотрела в документальный фильм про это. Погром под Красунь-Шевченко. Автобусы с крымчанами, с антимайдана возвращались в Крым. Их останавливает группа людей. Автобусы разбивают, людей избивают, унижают, грабят. Рядом стоит полиция украинская. Ни во что не вмешивается. Точно так же. Тут никто, никто не привлечен к ответственности. Абсолютно. Это, посмотрите. То есть в определенных регионах людей удалось запугать. Вот в Крыму не удалось запугать. Вот в Донецке, в Луганске люди успели вооружиться, когда увидели, что происходит в Одессе, что происходит в том же Харькове. А почему тогда потом Харьков, значит, Донецк из процветающего города в итоге, вот, ой, они такие молодцы, отстояли, значит, свою русскую честь, там все такое в Донецке и Луганске. Однако превратился город, там, из процветающего города, там, с каким-то стадионом, там, матч по футболу проходил. Превратился в какие-то руины. А те, эти несчастные, запуганные регионы, которые... Ответи на вопрос. Что произошло с этим самым Донецким стадионом прекрасным? Ну, то есть, начались... Ну, то есть, артиллерийский обстрел привел его в менее прекрасное состояние с украинской стороны. То есть, обстреливать Донецк, то есть, соответственно, организовать экономическую блокаду, кстати говоря, это же Украина экономическую блокаду организовала. А что Россия не помогала тогда? Там долгое время... А где были 8 лет россияне? Почему они сразу не признали? Почему не помогали? Помогали. Почему не признали? Потому что была надежда сохранить мир. Ну, конечно. Нет, не помогали. Ну, конечно. Посмотрите те же Минские соглашения, гарантом которых была Россия. А путем... По ним же Украина должна остаться была единой. Но при этом, по сути, должна была пройти федерализация. То есть, вот, хотите там Бандеру в своем регионе, чтите там. А вот в наш регион с Бандерой не лезьте. Просто Украина боялась, что будут... Хотите русский язык у себя запретить? У себя запретите. А мы вот тут хотим на русском говорить. Была бы страна... Как считаете, вот многоязычие в стране, это признак демократии? Или надо запретить все языки, кроме одного государственного? Нет. А это как посмотреть. Например, в Белоруссии разрешили и русский, и белорусский. В итоге вымер почти, что белорусский, а остался один русский. Так что это очень зависит... Вот в Канаде два языка, но там как раз-таки второй язык, он маленький, то есть, ни на что не влияет, то есть, его охраняют еще. Вот. А в России русский язык, он доминантный, поэтому, чтобы охранять украинский язык, они побоялись сделать русский вторым, чтобы украинский не вымер. А у французского... То есть, простите, они... То есть, получается, они насильственно хотят насадить украинский язык. Потому что, если этого не сделать насильственно, то будет преобладать русский язык. Так ведь? Я правильно вас понял? Нет. Ну, они хотели сохранить русский язык. Сохранить. Ну, то есть, если не запретить насильственно русский язык, то он проиграет... Украинский проиграет русскому. Так ведь получается? Ну, да. Ну, да. А какой там у вас маленький язык-то, вы говорите, проигрывает? Французский, его охраняют. Французский. Вот надо, значит, запретить английский в Канаде, чтобы французский занял достойное место. Замечательно будет. Вот так вот. А, кстати, у нас так и есть. У нас в провинции... А то он что-то... У нас в провинции Квебек как раз-таки только один государственный язык французский. Это единственное полностью... И там вообще запрещены даже надписи на английском. Вот даже во Франции в самой «Стоп» написано, «Стопсайн». А в этом... В Квебеке «Аре», то есть на французский манер, там даже вообще все надписи могут быть только на французском. Поэтому, да, так защищают язык от вымирания. И... Ну... Вы бы сильно обрадовались, если бы вам сказали, что вот будем защищать язык от вымирания, и вот ваш язык будет запрещен. Не, ну, Квебеке так и есть. И... И, кстати, мне даже очень понравилось. Вот если практику Квебеке распространить на остальную Канаду, сильно обрадуетесь? Ну... А назовете ли это демократичным? Ну... Или скажете это как-то неправильно, заставлять силой? Правильнее вот, чтобы люди сами решали, как им удобнее? Ну, может быть, я не знаю. Ну, может быть, все-таки, да? Наверное, правильно, когда у людей спросить, да? Ну, там Украине просто... Им не повезло, что Россия такая, все время пытается... А, все время пытается... А как не повезло Украине? Ну, пытается все время использовать свое влияние. Вот вместо того, чтобы мягкой силой, там все время пытаются какие-то интриги плести. Вот Франция, если бы начала интриги плести... То ли дело мирное США никогда так не делают, да? Никогда никуда не вмешиваются, никому ничего не навязывают. Если бы там начала Франция плести интриги через Крюбек, там, и пытаться влиять на канадскую политику, то, может быть, и запретили бы французский язык. Ну, не знаю. Вот. Да, ситуация у стран разная. Может быть... Ну, не знаю. Ну, как-то все равно некрасиво, да? Ну, а что вот... Что Путин сделал? Теперь вот россиянам даже... За что ни возьмись, как-то некрасиво получается. И с нацизмом, и с демократией, и вот со свободой, и с языком. За что ни возьмись, ну, вот как-то чуть-чуть некрасиво получается. В целом-то Украина прекрасная страна, да? Ну, вот куда ни посмотрели. Тяжелая у него... Везде немножко накакана. У него история тяжелая. Еще там постсоветское наследие. Ну, короче, история тяжелая у страны, не позавидуешь. Какая история тяжелая? Украины. Хотя... Где там 30 лет тяжелой истории? Ну, да. Какая еще Украина была в истории, кроме вот современной этой? Ну, так раньше... Вообще... Когда раньше? Там украинцы жили даже на территории России, которая сейчас Россия. СССР еще очень так... То есть россияне это украинцы? Нет. Ну, все-таки нет, это разный этнос. Ну, чуть-чуть разный, да. Разный этнос. Кто такие... Где мы найдем... В какой момент истории? Кстати, еще... СССРовцы, они как их назвать, они еще очень даже урезали Украину. Там еще могли бы и Кубань присоединить к Украине. Но они все-таки как-то... Если спросить каких-нибудь щирых украинцев, то они и Камчатку, может быть, готовы будут присоединить. Вы мне покажите исторически, когда было государство Украина... Нет, ну у них свой язык, смотрите, есть. У них есть украинцы. Ну, когда он появился, этот свой язык? Да давно. Ну, это, наверное, геолектом Киевской Русь когда была. Ну, тогда почему Русь, а не Украина Киевская? На Руси, наверное, был русский язык все-таки, да? А потому что... И жили там русские. Раз Русь. А потом это... Перенесли центр-то принятия решений в Москву, и тогда Украину назвали Украиной, чтобы, типа, показать, что... Нет, а теперь Россия здесь. Когда тогда? Когда Украину назвали Украиной? Я точно не знаю, когда, но вот российские цари-то переместились в Москву. А, туда переехал патриарх из Киева. Слушайте, если из Киева российские цари переместились в Москву, то, соответственно, в Киеве раньше были российские цари, да? До переезда. Нет. А где украинцы? Нет, там, подождите, там были... Многие княжествы, было Новгородское княжество, было Московское, не, Московское, но вообще там... Так, а где украинское княжество? Было Киевское, было Новгородское... Ну, Киевское было. Киевская Русь, да? Слово «Русь». Да, Русь. А потом, я не знаю, как так... Найдите мне Киевскую Украину там, я не знаю, или какую-нибудь другую Украину. Потом, значит, как-то пренебрежительно их поменяли название. Кто поменял? посмотрите когда в какой момент это произошло мазепа с петром первым говорили на одном языке когда мазепа давал присягу петру первому он вполне себе здесь изъяснялся с ним на одном языке наберите конечно проверьте украинская история украины история украины и опять начнут рассказывать про киевскую славянам использовали нас так учили так нет так оно и было что в этом удивительного никого попало называли дружину князя называли врусию соответственно потом все территории которые контролировала дружина князя являлись княжества литовская пленя я пазднее появилась княжества литовская полное его название княжество литовско я русское и жематийская закрытый как носковье пытался присвоить лискую руть давайте давайте посмотрим украинский сайт вместе посмеемся когда началась история украины Если коротко говорить, то до появления Киевской Руси начали формироваться первые объединения древних славян, древляне, поляне, это все племенные объединения, которые предшествовали появлению Украины. Украины? Так, ну да. Это произошло в 882 году, когда Рюриковичи пришли из Новгорода в Киев. Именно тогда князь Олег провозгласил Киев столицей нового государства. Ну ладно, не суть важна. Так, и где здесь Украина? Из Новгорода? С территории России? Пришел князь скандинавский, захватил, отбил у Хазар крепость Куява, захватил...